Транспортные коллапсы в без того загруженной части Самары. Движение по улице Мичурина до сих пор не восстановлено. Напомним, что в конце прошлой недели на углу с проспектом Масленниково произошла коммунальная авария. Выходных для того, чтобы залатать дыры, ремонтникам не хватило. Кто виноват и что делать, и где ездить, пытался выяснить наш корреспондент. Тяжелая техника, бригада ремонтников. Такая картина здесь уже неделю. Фронт работ от латания дыр до защиты от лишних глаз. Запрещено здесь работать, ребят. Ну запрещено здесь работать. Ну у вас есть разрешение? Покажите разрешение снимать. А кто проводит работу? Работу кто проводит? Город. Общественный транспорт не ходит, движение застыло в пробках. Как водители, так и пешеходы, мягко говоря, недовольны сложившейся ситуацией. Однако чувство юмора сохраняют только те, кто занимается ремонтом данной коммунальной аварии. Мы встречаем инопланетян, должны скоро прилететь. Вот им копаем котловак. Объяснения такого рода жителей Самары не устраивают. Эту аварию обещали устранить еще на прошлой неделе. Результат пока нулевой. А вот пробки в этом районе все 10 баллов. Общественный транспорт пустили в объезд. Автолюбители ищут новые, еще неведомые дороги. Который день, прямой путь, который мы проводили вот здесь, он перекрыт. И мы выдержали объезжать вот по этому двуначарскому, который на карте-то и даже нет, наверное, этой улицы. Омерзительное отношение к водителям города Самары. Виновата во всей этой ситуации авария. У 70-го дома по Ирошевскому прорвало трубу, грунт намок. Возник риск обрушения проезжей части. От греха подальше перегородили и начали ремонт. Когда закончат, прогнозов не дают. Михаил Алтеркоп, Александр Дмитриев, Новости губернии.